Мичурин пытался путем искусственной селекции, как вы обычно говорите, создать гибрид яблони и груши. Когда он опылил пыльцой груши цветок яблони, пыльцевые трубки не смогли достичь из клетки цветка. Пестики засохли и не оплодотворились. Тогда Мичурин добавил пыльцу груши, немного пыльцы яблони нематеринского растения. Нематеринского. То есть, все-таки яблоня, опылил яблоня пыльца, прорастая, ввела с собой пыльцевые трубки груши. Так получился гибрид с розово-фиолетовыми цветами. Вкусовые качества плодов были низкого качества, но появилось растение, которое до этого времени стоило в природе. Теперь скажите, как путем спонтанной гибридизации такое было бы возможно? Так, если не с количества сорта, то есть специальный прием Мичурин. Ну как, один на миллион все может быть. Вот то, что он сделал специально, да. Ну вот смотрите, Мичурин гений. Так, я, например, никогда бы не стал бы этим вообще заниматься. Ну просто не стал бы заниматься. Я, допустим, берем груши. Вкуснейшая на свете вещь. Знаете, что такое сладкая груша, нет? Вы не пробовали грушу, а я такую пробовал, нет, не в Сибири, а на Украине, в дедовском саду. Слаще меда. И все в этих самых пчелах, то есть груши, прям на дереве еще висит. А вокруг, не во время цветения. Вот я, я с тех пор, в дедовский сад. Я поставил задачу, вот такие груши и в Сибири. Но заметьте, груши, семечки, я сразу отказался. Только прививки. Подвой дикий портит вкус. Должен портить. Я попробовал, извините, задолго. А иначе как я скажу? Да, нет, я скажу. Я могу сейчас сказать. Один случайный миллион пройдет и без Мичурина. Все, ответ готов. Нет. Смотрите. Я попробовал, привез грушу сладчайшую. С Арменией. Я там был в командировке, уже в это время стреляли. Это примерно 90-й год. Я точно не помню. Я привез черенки. А когда прививать? А я взял. Не то, что я... Я знал, что кончится катастрофа. Я потеряю их. Но я привил, иначе она плодный рябин. Господи, когда я попробовал первые и последние 4 груши. Вместо этого самого меда, там было совершенно абсолютно невкусно. На следующий год я еще думал, подожду, может со временем, как-то сама наладится. На следующий год прививки были мертвы. Ну, биологическая несовместимость. Но до того остался опыт и впечатления. Опечатления такие. Подвой влияет на вкусовое качество. С сладчайших грушек вкус был испорчен полностью. Вот так вот. То есть, я лишний раз убедился. Я не говорю, что это, если взять с этой груши и взять с нее семечку, да, семечку, прорастить. Она будет вкусной или нет? Не знаю и знать не хочу. Нет. Хотел бы знать, но пусть еще пару мичуринов этим занимается. Понимаете? Отложилась ли в генной памяти от подвоя? По мичурину отложилась. Он пробовал на это, на донуке. А я хочу иметь сладчайшую грушу. Итак, смотрите, к чему я вас подложу. Сладчайшую грушу я могу иметь, только если я занимаюсь чисто грушами. Все. Яблони на груши, груши на яблони, никогда идеальный вкус медовый не дадут. Уже сразу ясно. Уже потому, что таких сладких яблок, как сладкая груша, не бывает. Вспоминайте, что сладче. То есть, гибрид яблони, груши. Да еще сиенцевый гибрид. Да это. Это не это. Так сказать. Интересно оно это самое. Ну вот человек как-то, знаете, строит домик из этих. Есть такое. Берет колоду карты и строит этот. Так и называют. Карты все домик. Строил, строил, строил. Получилось. Он не развалился. Ну интересно, ну и что, на этом все. Вся книга Гиннесса из этих состоит. Ну интересно, на сколько метров можно плюнуть. Плевок. Оказывается далеко. Вот. Или собственно же оно на сколько метров можно забросить. Ну вот так и тут. Вот зачем вот это. Получается так. Только груши на груши, яблони на яблони, слива на сливе. А как ответить на ваш вопрос? И если не скречиваются сорта без спецприема. Почему не скречиваются? Что вы знаете, что в природе творится-то? Вот то же самое. Он взял, опылял пыльцу яблони. Так. Пытался опылить грушу. Но. Представим себе, что то яблоко и без него поросло рядом. Без его этих самых спецприемов. Просто поросло рядом. Один случай на миллион. И растет дерево. Хрен его поймет. А я с такими вещами знаком. Вот. Мы с Сергеем недавно выпили дерево. Так и не поняли, груша это или яблони. А она не... И по листьям непонятно. И это... Ходили, ходили, ходили вокруг него. А места-то у нас нет. И когда он сказал, давай пилить, я говорю, дай пили. Понимаете? Вот. То есть получается, что то, что... Как... Вопрос у вас скорее теоретический. Ну, почему? И практически. Где-то один случай на миллион. Что да. Вот так совпало. Вот взялось и совпало. Рядом растет та груша, которая... Та яблони, которая... Груша бы не приняла. Так сказать. Ай, тут же рядом. В общем, все, ладно. И кто захотел, тот меня понял. Я тут еще было слово спонтанное. Нет, все, я не буду про это. Про это говорить. Кому надо, тот меня понял. Так, теперь, значит, Галине я ответил. Да, то, что я сейчас вам наговорил, вот это все, это все трудно будет переводить в эту, в учебнике. Но можно при желании. Главное, чтобы понимали, хоть о чем речь идет. Те, кто заранее говорит, невозможно или наоборот, это легко. Вот интересно, да. Невкусная груша на черно-плодной рябине. Ну, невкусная есть невозможно. А дальше-то что? А перешла эта невкусность от черной рябины. То есть, морозостойкость и вкус уже к потомству той самой груши. Ну, так, чтобы хотя бы относительно была вкусная. Но уже морозостойкость в черно-плодке. Продолжение следует...